В этом видео хочу рассказать о трагической судьбе юриста-решальщика. Кто такие юристы-решальщики? Это такие юристы, якобы юрист, которые предлагают вам за ваши деньги, которые вы ему передадите, решить определенный вопрос. То есть он эти денежки возьмет и занесет нужным людям, ну как он вам обещает, нужному судье, нужному прокурору, да кому угодно нужному. И надеюсь, что опыт уже моей настоящей доверительницы послужит для кого-то уроком. Но давайте расскажу, будет интересно. Еще в прошлом году, летом, ко мне обращалась женщина. У нее был, в общем-то, такой земельный вопрос, который решить через суд, ну на самом деле, очень сложно. Там уже есть решение суда, которое не в ее пользу еще за 2016 год, да. И вот она решила поднять этот вопрос заново и заново решать свои земельные вопросы. Вдаваться в подробности не буду. И когда она ко мне обращалась летом, я ознакомился там с тем, что у нее есть по документам. И я ей довольно-таки честно, впрочем, как и всегда, я своим доверителям честно все стараюсь рассказать. И я ей тогда сказал, что, к сожалению, шансы выиграть у вас сейчас, вот затеять судебные процессы, выиграть, ну мизерные. Их практически, практически нет. Там есть одна зацепка и, ну так, на удачу, если сработает, то получится. Мои, скажем так, доводы ее не убедили. Она приняла решение и нашла себе юриста-решальщика, как раз вот такого вот молодого человека. Тридцатилетний, амбициозный, пообещал ей, ну будете смеяться сейчас, за 50 тысяч рублей решить этот вопрос в суде. Мол, типа 50 тысяч рублей это будет как взятка для судьи и вопрос решится в ее пользу. Ну, сами вдумайтесь, да, судье взятка 50 тысяч рублей в деле, которая, ну, понятное дело, что проигрышная. Ну, какой, во-первых, судья пойдет на это? Нет, я понимаю, коррупция существует. Давайте не будем здесь розовые очки одевать. Но 50 тысяч, это то же самое, как мне один из моих доверителей сказал как-то, что Алексей, а я слышал, что в областном суде можно за 3 тысячи решить свой вопрос. За 3 тысячи рублей взятка. Это вот он мне говорил в 20-м году. Я, люди, где вы это все берете? Но смысл не в этом. В общем-то, юрист взялся за это дело, подготовил иск. Про иск это отдельная история. Не буду там уж говорить, что совсем плохо. Ну, нормально. И тут это все прошлый год. И тут, значит, происходят сентябрьские события. А так как он парень молодой, и вот он только-только иск в суд подал, он исчезает. Исчезает от того, чтобы не быть мобилизованным. Мобилизованным. И уезжает куда, как вы думаете, улетает в Турцию. И вот, проходит некоторое время. Эта женщина возвращается ко мне. В общем-то, говорит о том, что да, вот она там так доверилась этому человеку. А человек в итоге не то, чтобы ничего не сделал, но еще и с ее деньгами. Она же заплатила не только там 50 тысяч рублей на взятку якобы, да, но еще ему и за работу. Примерно столько же отдала. И вот он исчезает. И вроде как она вспомнила обо мне. Мы с ней переговорили. Я говорю, ну хорошо, давайте попробуем. Но опять-таки я и предупредил, что шансы выиграть у нас минимальны. И вот недавно совсем, вы уже все знаете, происходит трагическая ситуация в Турции. Вот это ужасное землетрясение. И после этого землетрясения связь с этим юристом-решальщиком прекратилась. И вот уже сколько времени прошло, никто его не может найти. А жил он именно как раз в одном из районов, где вот, в общем-то, и очень много людей погибло. К сожалению. Вот так вот. И здесь, наверное, такой философский вопрос. Стоит иногда задуматься, судьба это или не судьба. Убегал от одного и вполне вероятно погиб от другого. Потому что, я говорю, никто с ним связаться не может. И никаких сведений о нем пока официальных тоже нет. И, конечно, в заключении видео хочу сказать, что не доверяйте юристам-решальщикам. Я вас уверяю, что там за 50 тысяч, даже за 100 тысяч рублей, даже за 150 тысяч рублей в виде взятки, да, судья не будет решать ваш вопрос. Это однозначно. И я, кстати, вы думаете, ко мне не обращаются с таким вопросом. Алексей, а может ты занесешь? Ну, ты же знаешь этого судью или эту судью. Я никогда никому ничего не заношу. И даже мои личные знакомства с судьей, к сожалению, наверное, для меня, никак не влияют на ход судебного процесса. И уж тем более на вынесенное решение. А опыт моей доверительницы, надеюсь, для вас, в общем-то, будет неким таким уроком. Учитесь на чужих ошибках, не совершайте свои. Мы увидимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.